На Россию и Украину, как вы знаете, приходится более половины мировых поставок подсолнечного масла, около 30% экспорта пшеницы, цены на зерно уже рванули вверх, на все растут цены на продовольствие, топливо, удобрения, расходы на транспортировку огромные. А это ведь сильнее всего отражается на беднейших слоях населения. Вдруг все почувствовали еще ярче, как все мы связаны. У меня такой вопрос, приведет ли это к перевороту мышления? Я не думаю. Я не думаю, потому что все эти золото, нефть, газ, пшеница, масло и так далее, все это находится в руках людей, которым главное это выиграть. Да. Выиграть на этих проблемах, которые сейчас есть у всех неимущих. То есть эти каменные сердца, этих владеющих всем этим не пробить ничем, вы говорите, да? А с какой стати они будут вдруг тебе отдавать или, как сказать, позволять действовать как тебе выгодно, а не им? Они на этом захотят заработать? Ну как же? Это вообще что за... Нет, минуточку, минуточку. Если у меня есть в подвале все эти богатства сегодняшние, не золото, это все ерунда, а... Пшеница, масло... Да, 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 и все. Хлеб, все. Да. То есть насущные такие наполнения человечества, то я их... А у человечества этого нет, например? У человечества этого нет. Человечество голодает, страдает, то я, конечно, могу... Поднять цены. Не только поднять цены, я могу указывать миру все, что хотите. Вы будете моими рабами, а я вас буду потихонечку из милости кормить. Да. Вот так. Понятно. Ну, как... Что с этим делать? Тут матрос-железняк же не появится с ружьем, там, не отберет все это? Или что? Это что, время революции грядет? Нет, 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 нет. Нет? Нет. Помнишь, мой дядя самых верных правил... Самых честных правил, когда немного за ним мог, да? Он уважать себя заставил. Вот это точно. Вот это точка. Уважать себя заставил. И лучше выдавать не мог. Да. Вот это и есть роман в стихах. Вы будете меня уважать. Да. И так и будем жить. Ничего другого мне не надо. Только уважать. Вот я буду недоедать и страдать, и люди по моей вине тоже будут... Но я это сделаю, и они будут меня благодарить. Ну, на этом мы не можем с вами остановиться. Нет, но это период. Период. Дальше. Во что он выливается? Вот, допустим, есть такие же стыковые... Осознание ничтожества таких отношений к миру. Это он должен осознать? Вот этот вот владеющий всем этим богатством. Да, да, да. Вот. И все. И тут возникнет очень много течений, противоречий, стычек, всевозможных разборок. И вот эти разборки потихонечку, они и приведут к подъему. То есть вы верите в то, что как-то будет разбито это каменное сердце, да? И похоже не человечеством, а творцом. Люди должны будут перейти совершенно к другим отношениям. Каким? Тем, что они представляют собой одно единое целое. Ну, вот этот же. Вы же ему не дали такой возможности только что. Вот этому, который всем этим владеет. Он же... Его уважать должны все. Как он перейдет к этому? Вот это мой основной вопрос. За то, что он будет всем все раздавать, за это именно его будут все уважать. Вот это... Это красиво. И каждый, кто будет больше любить другого, будет более уважаемый. То есть вот такой переворот творец делает, да? То есть он не потеряет этого наполнения, которое называется уважением? Нет. Наслаждаться от отдачи. А начнет наслаждаться от отдачи? Да. Скорее бы уж. Уже скорее бы. Ну, сколько можно? Это надо всем почувствовать. Мы должны все этого захотеть, чтобы это в нем, в человеке произошло, да? Да? Понятно. Это должно в одно время у всех произойти у нас? Или как? Или как? Или как все-таки? Я не думаю, что это в одно время может у всех произойти, но это будет период довольно-таки всеобщий. Но это революция. Ну, красивая. Да. В этом это действительно трюк. Ну. Хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...